Учти, что и вчера, и сегодня вторая компания, и вторая компания, а завтра это... Подожди, вот тебе кажется, что сейчас солдаты еще поднажмут и сделать лучше. А мне кажется, что экономисты сейчас поднажмут, и денег точно хватит. Вот мы просто каждый свое понимаем. Еще раз, смотрите. Легатер, зову, не отвлекай ее. Значит, смотрите, там есть три бойницы, две бойницы, одни ворота. В одной бойнице береза, власть в нее бесполезно. Значит, ее там, ну, можно лученько пострелять. Там есть конкретная математика, если у нас людей будет мало, мы туда не войдем. Я скажу вам, как рывет. Поэтому это утром, ну, если мы вот утром победить, вполне реально. Вот, особенно, я не знаю, если у них в экономике, а, кстати, защищаются все, или только, ну, там, на защиту надо покупать же. Я уверен, экономическое чудо произойдет не только. А мы можем сегодня ночью сделать это экономическое чудо? Нет, 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 нет. Давайте мы делаем, правда, мы можем. Можно вопрос к Черявому задать, и, может, мы его отпустим. Черявый, мы можем сегодня ночью это делать? Нет. Что ж, нет? Сегодня ночью провернуть экономическое чудо. Но мы умеем зарабатывать деньги, это невозможно. Мы не умеем с ним в деньгах. Вопрос в ресурсах, они все люди. Значит, послушай, сколько нужно дощечек, если они физические? Вот, чтобы мы по максимуму, короче, взяли и собрались за одну весеннюю компанию, нужно тысяч... Там нужно 200 человек, 200... Вот это мы. Какая цифра нужна? Вот, от тебя нужна цифра. Сколько нужно по максимуму бойцов, каждой несет дощечек, каждой... Чтобы было 3,5 тысяч. То получили 3,5 тысяч. Не, 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 еще дощечки надо еще откуда-то взять, сейчас. Вот, их еще надо взять, может, свечи надо... Не, не, дощечки... Они протухают. Если я правильно... Протухают, физически. А просто, для жизни чего? Нет, здесь не 3,5 тысяч, у нас уже есть 1200... У нас есть регулы, а уже положить... То есть, от 200... Минус тысяча, сколько это там? Завтра нужно 2000 сделать. Прям вот... Короче... 200 тысяч... 70 табличек, припорванных нашим... Если мы нигде не облажаемся, 70 табличек добудут 3,5 тысячи... Магдалица. Если теряйте, каждого бойца обычно проходит, прям... ...вы велиная защита, конечно, но сегодня особо надо... ...вы великие компании собираем, на осеннюю... Дальше. Я сейчас начинаю в голове считать, откуда мы возьмем эти 70 табличек. Потому что 70 табличек, это тоже такое... Ну, тут просто бросают мистера. Эти физически надо зарубить. Не, 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 их дают мистера. Дело в том, что от 3 до 10 табличек дают торговый дом. Я сейчас начинаю в голове считать, с кого мы как мы возьмем эти торговые. Мне кажется, тогда нереально. Честно. Если бы физически можно было сделать... Не, 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 физически я все не знаю. Но ты, конечно, попробуй совершить маленькое чудо всех торговых домов, но это явно нереально. А, убедить, нет, убедить так не будет. Будет водка. Очень надо, империи надо. Мы вас не забудем. Вот последний рывок. Все понимают, что последний день. А еще, ну, как бы, сыпать их кэшем. А еще и живы останетесь, да. Все методы используем. Ну, дело в том, что они, возможно, не ударят. Всем дворянство. А это реальный вопрос так стоит. Люди просто не понимают. Это высказывает, как угроз. Если они не, по-моему, сейчас империи, то ударят властелин. И все. Ну, люди этого действительно не понимают. Вот. Эта проблема другая. Не будем на военном совете. Так. Да, давайте сейчас поставим точку обсуждения экономики. И к полуночи, или к началу, ну, к половине первого, когда у вас будет план уже готовый, финальный, генералу Зуаду, вы его, пожалуйста, донесите. А вот, чтобы было больших носов. План, на самом деле, примерно озвучен. Мы просто сейчас посчитаем, что это будет. Посчитайте, обсудите, принесите короткую, финальную информацию. Да, я бриф, мы дадим генералу. Да, сегодня, сегодня, короткий бриф, включая не только экономическую информацию, а конкретно, ну да, только бойцов. И желательно без истории бойцы до трех часов дня бегают по полигону, а потом через часы, чтобы вывести все вот это. Это очень важно. Просто, ну, надо понимать, что бойцы должны быть в четырех... Да. Учитывайте это тоже, пожалуйста. Вот, я что хочу сказать. Если вдруг у нас будут люди, которые будут готовы в 9 утра до, ну, скажем, там, числе, наверное, 15-20, пробежать до Весла в 9 утра, забрать там дощечки, прямо тупые дощечки, и вернуться с ними, ну, там сегодня будет караванчик, то есть все, снова в шары, то это даст еще больше нашему экономическому счету, чтобы мы в 10 утра их... То есть они в 9 утра, да, такие бодрые, выбегают, или там по-другому, они... Где же ты был два часа назад, когда я в Веслу людей отправляла, которые могли отходить, а там просто... Эти дощечки там появятся завтра утром. Которые остались в Весле, и в 9 утра их забрали, и... Нет, они там появятся утром, их надо в 9 утра их надо будет забрать. Которые остались на ночь в Весле, следите руками, прахнулись, в 9, взяли таблички и отнесли. Вот, короче, там вот что, когда туда нужно послать гонца, чтобы они не вздумали ломать эти дощечки на живой кашель, вот, тогда мы возьмем эти дощечки, которые остались там сегодня, и новые, которые они нафармят, и все их прибежим к нам в 10 утра. То есть, фактически, нужно быть там людям в 9 утра, забрать эти дощечки и предпрежать обратно. То есть, нужно, чтобы... То есть, тесканус заключается в следующий. Примерно 20-30 человек в 9 там часов уже там. А количество дощечек? Я тут точно не могу посчитать. Там очень много людей, они же должны просто... Они же не их калаванам, они просто физически их должны принести. Зачем 20-30 человек? А потому что эти дощечки даже так, пустые, переносятся между собой один человек и один дощечек. Да, к сожалению, одна дощечка, один человек, иначе тебя жран. Тут очень много огромного гемора такого, да. А еще, кстати, можно попытаться также еще и розы развести в дощечке, просто пустые, таким же образом. Вот. Проконсул, конечно, зайдется в стерлике и цюня, потому что у нее там, ну, натурально, у нее там только-только начинается жизнь. Реально, вроде как они там передумали, где урезать, или там они не собирались. И внезапно почему-то эти страховцы не могут быть. И все, что мы с ним не уходим отсюда. Так, смотрите, прям очень важно. У меня в Непроярни, ну, все. Свои люди смогут с утра, где-то с водой сходить в воду? Да, 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 все понятно. Чтобы там, где-то, 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 где-то. Максимально много, как иначе, но сколько человек сможет? Ну, примерно, вот, по точке 3. Пойду их считать, потому что может быть, у меня людей не много, их примерно 14, некоторые сейчас занимаются экспирацией. Нет, если хотя бы 7 человек, 7 человек, сможешь кореньку? Слушайте. Полковник. Я посчитаю, просто мы сегодня ходили 5 часов. Не только вы, но вычеркиваете, да, экономическое число? Да, да, да. Просто, в отличие от военной компании, это было 2,5 часа где-то примерно, но и вы 5 часов начали. 5 часов? 5 человек дадите? Я думаю, 5-7. Итак, мы должны быть в 9 весле. Да, вот смотрите, сейчас, да, в 9 весле, в 9 в весле, то есть отсюда надо выходить там 8-20. Вот Кучерявый четко скажет, прям даст точнейшую группу, что делать. Полковник Туль, нужен от ваших, какой-то руководителем рации, который проникнет экономической головой вот в то, что Кучерявый предлагает. Ну, я пойду тогда, я, потому что все это понимаю. Идеально. Мое предложение, как парковник, это идеально. Так, у нас есть 12 человек, нам нужно где-то взять еще 18 человек. Лучше брать. Так, 12 человек, которые... Не вас, я понимаю. Значит, у нас есть 12 человек на весло в борщевик. 12, значит, есть ли люди, которые морально готовы сходить завтра к 9 утра в весло, к 9, и забрать оттуда дощечки. А потом спать, да. Потом первая военная компания будет... Нет, нет, нет. Отвести чары принести и потом спать. Они должны оказаться в чарах, там, там, до 15. Первая военная компания у нас будет... Там, короче, не будет. И отдыхать до... Людей, которые хотели бы это делать, естественно, нет. Людей, которых можно упросить и заставить это сделать, есть. Да, попробовать можно. Сколько? Сколько надо? 10? Смотри, надо 18 человек всего. Мы нашли уже 12. Надо 18. Сколько там табличек? 20-30? Да. Особенность, они их не разломают на сегодня, в ночь, на день. Хорошо. То есть, в идеале надо 18, но даже если их будет, не знаю, 5-7, это уже прям... Надо в 9 прийти туда до войны, собрать таблички. Нужно... Сколько идти до весла? Вот так вот? Нет, от чар до весла сколько идти с утра. Минут 20. Минут 20. Значит, нужно, чтобы в 8.30 на плацу были ваши люди. Люди полковника Пыль. Полковник Пыль пойдет сама лично и даст все инструкции, что нужно сделать. Людям не надо думать, нужно просто нести на себе таблички. По одной на человека. Ну, короче, вот эти шишки, которые там были, теперь они не могут. Я не думаю, что ни одного понадобства, что я сейчас взял, теперь я пойду. Как мы их тащим? Нет. Как мы их тащим обратно? По какому можно? Так, я скоро тогда побегу ловить один караван, чтобы он тогда не обналичивал. У нас есть торговец, который даст месяц услышать? Нет. У нас было 5 печать. Все хорошо. Там есть один, и я очень надеюсь, что он не справился. Да, это очень важный момент. 130-50 гигантская разница. Конечно. А лучше 100. Некоторые нам принесут по 6. Мы можем узнать, сколько нам нужно, где точно. Если у нас получится сегодня послать письмо нам почитать ответ, или как мы вам живем, с траком по-внимеселом. Если есть проходы. Я уже своих людей отправила письмо. Реально не могу сейчас нам не консредаться. Если организуюсь, то да. Ну, слушай, пойдет 20 человек уже. Нет, нет, нет. Потому что вдруг мы выясним, что нужно 15, а мне нужно 20. Да. Смотри, если есть кого послать, посмотри пост, а может кто-то хочет ночью пробежаться. Я понял. Да. Значит, и смотри. Зуаду. Зуаду, доклад. Зуаду, доклад. И с утра тебе нужно вот этих трех людей найти и взять у них людей. 7 людей, 5 людей, борщевит, сколько сможет? В 8.30 надо отсюда выделить.